Новый сельскохозяйственный сезон, который начался с весеннеполевых работ на юге страны, можно смело назвать открытым. Уже произведены первые подкормки озимых культур, посеяны ранние яровые, ведется сев сахарной свеклы. Научные консультанты компании Щелково Агрохим активно проводят мониторинг озимых колоссовых культур, чтобы спланировать защиту мероприятия. С чем же связан риск развития септориоза? Во-первых, в последние годы эта инфекция преобладает в агроцинозах пшеницы и сохраняется в большом количестве на растительных остатках. Во-вторых, прошедший осенний-зимний период отличался небывалым количеством осадков. Зима была мягкой, культура практически не прекращала вегетировать. На нижнем ярусе листьев хорошо развитой пшеницы развивался септориоз, сформировав высокий запас инфекций. Сейчас при мониторинге полей очень важно оценить риск эпифитотийного развития данного патогена и спланировать защитные обработки. Заражение начинается при температуре плюс 4, плюс 10 градусов и влажности воздуха от 80 до 100%, а оптимальные условия для массового развития и распространения болезни – это температура плюс 20-25 градусов и капельная влага в течение 17-19 дней. Необходимо вести мониторинг посевов и выбрать верную стратегию фунгицидной защиты, чтобы не допустить потери урожая от данного заболевания. Для профилактической обработки подходит фунгицид Азора за счет содержания стробилурина, который не даст патогену проникнуть в лист и обладает антиспорулянтным действием. Если же профилактическую обработку провести не удалось и болезнь начала свое развитие, контроль септориоза в период от выхода в трубку и до флагового листа можно обеспечить с помощью препаратов Титул-Дуо и Титул-Трио на основе триазолов, которые окажут быстрое, аккуративное и искореняющее действие не только в отношении септориоза, но и остальных листовых пятнистостей.